Молдавская ГРЭС 59 лет. 26 сентября 1964 запустили первый энергоблок. Так началась история предприятия. Сейчас оно поставляет электроэнергию в Приднестровье и Молдову. Днестровск, 26 сентября, 15 часов 30 минут. Кучерганская государственная районная электростанция дала первый промышленный ток. Так в 1964 году о запуске ГРЭС в Днестровске писала газета «Советская Молдавия». Первый энергоблок начал работать. У нас 12 энергоблоков. И в основном это угольные энергоблоки. Мы работаем, как известно, на природном газе. На природном газе у нас намного меньше блоков. Сейчас в работе 4 энергоблока. Этого вполне хватает для обеспечения и Приднестровья полностью, и сопредельных государств. История станции началась в 1958 году. Разрабатывали проект. Решали, где строить – на Украине или в Молдавии. Тогда легендарная Валентина Соловьева убедила чиновников СССР, что станция нам нужнее. В итоге в 1961 году на берегу Лимана заложили первый шурф – будущий ГРЭС. Электрических станций практически не было. Была единственная Дубосарская ГЭС, которая раньше была построена, и она обеспечила. А в 60-е годы это был бум машиностроения, развитие. И для того, чтобы обеспечить крупные мощные предприятия, в том числе, как металлургический завод, машиностроительные заводы, которые были представлены на территории Приднестровья, нужна была электроэнергия. И на сегодняшний день станция является также крупнейшим предприятием по выработке электроэнергии. Сейчас первый энергоблок на заслуженном отдыхе. Его отключили в 1999-м. Демонтировали и первые переговорные устройства. Они были в виде труб, как на кораблях. Зато оставили коммуникаторы. Когда работал первый энергоблок, в зале стоял сильный шум, но как-то нужно было держать связь. Мобильников тогда не было, поэтому пользовались вот такими коммутаторами. К примеру, вот эта вот березка стояла раньше на подводной лодке. А это центральный щит управления. Павел Годунов работает здесь с 93-го года. Пришел после армии. Говорит, изменилось многое. Щит практически тот остался, тот же. А вот автоматика, автоматизированная система управления и, как вы видите, табло информации по блокам, по АРУ, по собственным нуждам. Да, это очень многое изменилось. Оно стало более доступно, более быстрее контролируемое и надежнее. Молдавская ГРЭС – крупнейший поставщик электроэнергии в Приднестровье. В следующем году предприятию 60 лет.